В России высокооценивают договоренности, достигнутые в ходе визита в Москву председателя КНР Сидимпина. По мнению экспертов и чиновников, они помогут в дальнейшем продвижении сотрудничества во всех сферах. Те переговоры, которые проходили в Москве, в Кремле с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином, были, как всегда, конструктивны и направлены на дальнейшее развитие. Могу сказать, что государственная компания уже на протяжении многих лет сотрудничает активно со многими китайскими компаниями. Сейчас компания CRTC участвует в реализации проекта крупнейшего инфраструктурного объекта Российской Федерации трасса Москва-Нижний Новгород-Казань. И в этом году мы запустим эту трассу. Мы общаемся и проводим обучение сотрудников государственной компании совместно с Пекинским строительным университетом. Был дан президентом Российской Федерации, председателем КНР Синьцзимпиньем как раз те направления, по которым будем действовать. Мы дорожники, мы работаем и занимаемся инфраструктурой. И мы понимаем, что вот эти развития связей очень важно. Это развитие транспортных коридоров, ко всему прочему. Потому что мы же инфраструктуру стоим для того, чтобы экономики друг друга были ближе друг к другу. На самом высоком политическом уровне было отмечено, что в этом году мы возобновим запуск безвизовых туристических поездок для организованных туристических групп. Наша инфраструктура, туристическая отрасль готова к тому, чтобы снова открыть свои двери, открыть свои добрые сердца, горячие сердца для наших китайских туристов. Туризм является зеркалом политических отношений того уровня развития всеобъемлющего партнерства, которое сейчас становилось на беспрецедентном уровне между нашими странами.